Уже сформулировали вопросы, осталось их не отпечатать. А я пока коснусь такого ключевого момента, в принципе, для всех вопросов. Как правильно на них реагировать? Не секрет, что когда мы общаемся с человеком, и человек задает какой-то вопрос, он озвучивает свою мысль, возможно, это озвучит в утвердительном контексте, но чаще всего он озвучивает вопрос, а смогу ли я получить какой-то профит, какие-то результаты, какую-то пользу от вашего бизнеса, если я то-то, то-то, то-то и у меня то-то, то-то, то-то. То есть зачастую подобные возражения базируются на неправильном восприятии, на неправильном понимании человека этого бизнеса. И у меня очень много раз была ситуация, когда я в течение 30-40 минут объясняю человеку, что смысл бизнеса вовсе не в продажах и не в распространении косметики. Смысл бизнеса – это как можно больше количества людей научить пользоваться дисконтной карточкой, а человек мне в итоге, в конце, после часовой почти встречи, задает вопрос. Не, ну а продавать-то кто-то должен? И я понимаю, что предыдущие 30-40 минут были потрачены зря. И как я не пытался человеку объяснить, что смысл бизнеса вовсе не в продажах, это не смогло переломить его убеждение, что сетевой бизнес – это торговля. Я в таких случаях достаточно часто пытаюсь разделить термин сетевой маркетинг, не то чтобы разделить, а свести к тому, что есть термин сетевой маркетинг, а есть термин камивояжорство. Вот продажа каких-либо товаров, распространение каких-либо товаров от двери к двери и от человека к человеку – это называется камивояжорство. Это называется прямые продажи. Но это не называется сетевой маркетинг. И я в таких случаях человеку прямо в об говорю, что, дружище, ты понятия не имеешь о том, что же такое сетевой маркетинг на самом деле. Для чего я это делаю? Иногда я тебе достаточно резко об этом говорю. Я делаю это для того, чтобы немножко вывести человека из равновесия и создать у него в голове мысль. А что же тогда такое сетевой маркетинг, если то, что думаю я, не является сетевым маркетингом? Моя задача – создать у человека в голове вопрос. Есть ли то, что я думаю неправильно, а что же тогда оно на самом деле? То есть основная цель – это возбудить интерес, чтобы человек начал слушать. И вот тут начинается уже работа с отражениями. Основной момент работы с отражениями – это попытаться услышать в отражении человека скрытый вопрос. Если, например, человек говорит «Ой, в Арифейме там уже все, уже все входят в каталог». Скорее всего, это означает «А смогу ли я добиться успеха, если у многих людей, таких же, как я, возникает стойкое ощущение и убеждение, что договор с компанией Арифейм есть уже у всех». Вот именно по этому принципу стоит строить нашу работу с возражениями. Таких возражений на сегодняшний день официально 23. Давным-давно выпущена книга Александра Бухтиярова, которая называется, в первоначальном варианте она называлась «Путь от возражения к согласию». И в этой книжке переписаны 23 вопроса, которые обычно люди задают, когда речь заходит о возможностях в интернет-бизнесе. 23 базовых вопроса, и на каждый вопрос у каждого из нас должно быть минимум 3-5, а лучше 10 ответов. Каким же образом эти ответы формулируются? В этом случае я вспоминаю Андрея Миронова. Все прекрасно помнят любимого артиста многих поколений, Андрея Миронова. Его как-то спросили. «Андрей, скажите, пожалуйста, а что такое по-вашему гениальный актер?» И он ответил такую вещь. Он говорит, «Вы знаете, в нашей профессии есть такое понятие, как штамп». Что такое штамп? Штамп – это заготовка, это заранее заготовленный ответ на какой-то вопрос, который люди часто задают. И получается, что человеку только задали вопрос, а у него раз уже готов остроумный ответ. Это не означает, что он его придумал прямо сейчас, хотя бывает, конечно, и такое. Так с промтом придет какая-нибудь мысль в голову, вы так раз ответили, а что ему понравилось, да? Но в большинстве случаев это ответ заготовленный, а мы удивляемся, каковко он вышел из ситуации. Так вот он говорит, что когда у человека таких штампов 1, 2, 3 – это очень плохой актер. Если у него штампов 10, 15, 20 – это посредственный актер. Если у него штампов 30, 50 – 30, 50 заранее заготовленных ответов на один вопрос – это хороший актер. Если у него таких штампов около сотни – это талантливый актер. А если у него таких штампов от 100 до 200 – это гениальный актер. Вот суть нашей профессии на самом деле заключается как раз в том, чтобы собирать вот эти штампы. Я обычно делаю как? Я своего рода коллекционер вопросов. Я коллекционер вопросов и коллекционер ответов на эти вопросы. И вот последний достаточно длительный период времени я работаю в интернете, и очень часто диалоги составляются именно либо в скайпе, либо в соцсетях, либо еще где-то. И есть возможность запоминать, есть возможность запоминать ответы. Когда приходит какой-то нестандартный вопрос, я сначала думаю, как на этот вопрос ответить, потом формулирую ответ на этот вопрос с учетом образа мышления собеседника. Вот это вот на самом деле очень важный момент. Всегда надо учитывать образ мышления собеседника. Понимаете? Давайте вернемся к распространенной поговорке, что я сам люблю клубнику со сливками, но на рыбалку беру с собой черведь. Поймите одну простую вещь. Вот те ценности, которые важны для вас, могут быть не важны для вашего собеседника. Он может мыслить другими категориями. И, как сказала Тамила Борежаева, нам платят деньги за то, что мы поднимаем людям планку заработков, и мы поднимаем людям планку уровня мышления. Вполне возможно, в будущем у вас с этим человеком будет очень много общих интересов и очень-очень много общих мыслей, но на сегодняшний день, возможно, это не так. Постарайтесь встать на его место и взглянуть на ваше предложение его глазами. Вот у меня однажды была встреча, я не помню, в какой город я ехал, я подобрал на обочине человека, который ловил попутку. Я достаточно часто так делаю, потому что это способ познакомиться с человеком. И возможно найти там одного из кандидатов. И мы с ним где-то в течение, например, 40 минут были вынуждены вместе общаться. Человек занимался металлом. У него была своя металлобаза, и он был твердо убежден, что сетевой маркетинг это лохотрон, разводиловая пирамида. За минут 20 общения он кардинально поменял точку зрения. Причем это было бы невозможно, если бы я его начал в этом убеждать. Но это стало возможным, когда я встал на его точку зрения и буквально в трех словах на пальцах буквально объяснил ему, что такое сетевой маркетинг в его профессии. Например, вы чем занимаетесь? Ну, я торгую металлом. Я говорю, металл какой? Прокат, профиль, уголок, арматура? Да, всего понемножку. Я говорю, а где покупаете? Он говорит, ну, как обычно, я беру на большой актовой базе, у меня есть дилерский договор, и продаю строительным организациям, подрядчикам, застройщикам и частным лицам. Я говорю, давайте, я вам предлагаю такую сделку. Я вам нахожу постоянных покупателей, я вам нахожу постоянных потребителей вашей продукции, которые будут размещать заказ в среднем раз в месяц. Причем заказ может быть как маленький, так и большой. То есть они заключают с вами долгосрочный контракт. Но я вам буду поставлять таких покупателей только в обмен на 20% от прибыли. Вы согласны платить мне 20% от прибыли, если я вам обеспечу 50 новых покупателей каждый месяц? Если я вам буду наращивать таким образом вашу клиентскую базу? Он говорит, конечно, я согласен тебе даже 30% платить, если ты мне найдешь клиентов. Понимаете, я всегда понимаю, что решение проблемы сбыта это ключевая проблема любого бизнеса. Я подхожу именно с этой точки зрения. Причем самое интересное, что вот именно эта проблема, она понятна даже наемному работнику. Любой человек, который работает в любой коммерческой организации, он прекрасно понимает, что его зарплата косвенным образом зависит от успешности бизнеса этой организации. И он понимает, что если кто-то приведет новых клиентов в его фирму, то фирма от этого начнет расти и, скорее всего, будет увеличивать ему зарплату. Поэтому даже с наемным работником я провожу именно такую аналогию. Например, бухгалтер, элементарная профессия, которая, в общем-то, известна всем. Я говорю, скажи, пожалуйста, если ты придешь к своему директору и скажешь, у меня есть для тебя 10 новых клиентов каждый месяц. Согласны ли вы мне платить 10% премии с объема их заказов? Здравомыслящий директор скажет да. А я задаю вопрос, а справедливо ли было бы, что ты будешь получать 10% с объемом заказов тех клиентов, которых ты нашел для своей организации? Вы знаете, 100% людей говорят, конечно, справедливо. И я делаю неожиданный поворот. Я говорю, вот это и называется сетевой маркетинг. Когда ты сам ничего не продал, ты просто нашел покупателя и связал его с продавцом и получил процент сделки. Вот это называется сетевой маркетинг в чистом виде. А теперь скажи мне, где здесь обман? Вот и все. Вот на этом человек ломается и говорит, что обмана нет, а что, это на самом деле сетевой маркетинг? И дальше уже диалог, как правило, идет в нужном нам русле, и человек уже сам задает вопросы, что, как, где, мы начинаем создавать технические детали, маркетинг, цифры, проценты и так далее, и так далее. То есть основная проблема при работе с возражениями, как правило, заключается в том, что люди имеют неправильное представление о том, что же такое сетевой маркетинг, что же такое бизнес, по каким критериям оценивается финансовая независимость и так далее. То есть вот эти базовые вопросы достаточно важны для каждого человека. А дальше уже мы переходим к техническим деталям, но я смотрю, что технические детали пока что никто вопросов не написал. А мы с вами договаривались, друзья мои, что вы за то время, пока мы делаем пятиминутный перерыв на запись предыдущей встречи, вы готовите вопросы и пишите их в нашем с вами чате. Но если вопросов нет, я думаю, что нашу сегодняшнюю встречу, тренировку по работе с вопросами и работе с угрожениями, в принципе, можно заканчивать. Поэтому я желаю вам удачи в работе. А, это Арифлэм? Конечно, Арифлэм. Прекрасный вопрос. Когда меня в лоб спрашивают, это Арифлэм? Я говорю, конечно, Арифлэм, шведы очень хорошо платят. Покажите мне, пожалуйста, где еще платят 3 или в 1000 долларов. Я говорю так, у меня есть много бизнес-партнеров, которые зарабатывают в Арифлэме от 2 до 3 миллионов в год. Я понимаю, что ваша фирма, в которой вы работаете, она гораздо крупнее Арифлэм. И она имеет представительство не в 60 странах, как Арифлэм Cosmetics International, а, наверное, в 100 странах мира. И, скорее всего, она является гораздо более крупным лидером рынка. Вот, например, Арифлэм является лидером косметической индустрии. Это можно узнать, набрав запрос в Яндексе. Самая крупная компания косметического рынка в России, или в Украине, или в Казахстане, или в любой другой стране. Набирайте, вы получите ответ на вопрос. Я человеку говорю, я понимаю, что ваша организация гораздо крупнее, чем Арифлэм. И платит гораздо больше, чем 3 миллиона в год. И она является гораздо более серьезным лидером рынка в своей отрасли. В этом случае, конечно, мое предложение для вас неинтересно. Но если это не так, я все-таки предлагаю этот вопрос обсудить. Потому что Арифлэм это очень серьезная организация. Гораздо серьезнее большинства организаций Российской Федерации. И поэтому было бы странным недооценивать ее. Очень странно. Вопрос. Не хочу приставать к своим знакомым. 100% пошлют подальше. Друзья мои. Вот есть такой телефон. Вот посмотрите. Вот это мобильный телефон. Мне он обошелся бесплатно. Это был подарок от компании Арифлэм. Скажите, пожалуйста, сколько ваших знакомых пошлют вас подальше, если вы им подарите вот этот телефон? Просто сделайте им такой подарок. Много пошлют? Я не вижу ответа. Где у нас ответ? Малютина Лилия. Скажите, пожалуйста, сколько людей пошлют вас, если вы им подарите вот этот телефон? Просто подарите. Вот так вопрос задают. А я отвечаю вопросом на вопрос. Помните, есть такая чудесная поговорка. Что вы, евреи, такие хитрые, все время вопросами на вопрос отвечаете? И я отвечаю, да, вы как думаете? Поймите одну простую вещь. Вот кстати, по поводу вопросов. Когда задают вопрос, давайте, пока вы печатаете ответы, я вам хочу сказать, что такое вопрос. Вопрос – это способ контроля диалога. И есть такое правило в психологии. Контролирует диалог тот, кто задает вопрос. Если вам задали вопрос, вы на него ответили, вам снова задали вопрос, вы снова на него ответили, значит вы идете в конве за вашим собеседником, вы идете по следу вашего собеседника, а он вас, задавая правильные вопросы, ведет в том направлении, которое выгодно ему. Если вы хотите переломить эту тенденцию, значит ваша задача – либо сразу задать встречный вопрос, который является ответом на вопрос собеседника, либо ответить на вопрос собеседника и не давая паузы задать встречный вопрос. Поэтому я в этой ситуации, когда мне, например, сказали бы, что «Ой, я не хочу приставать к своим знакомым, потому что меня 100% пошлют». Я достаю телефон, даже не вот этот Арифлэм, он у меня не с собой иногда, я достаю свой телефон и говорю «Скажи, пожалуйста, а если я вашим знакомым подарю вот этот телефон, они пошлют меня?» И человек говорит «Нет, а дальше я перехожу к нужному мне направлению». Помните, вот есть такой чудесный анекдот про студента, который перед экзаменом по биологии выучил только один билет про блох. И вот он приходит на экзамен, а ему попадается билет про кошачьих, про котов, про кошек. Он говорит «Ну, кошки – это такие млекопитающие, отряд кошачьих, покрытые густой шерстью, а в шерсти вводятся блохи и дальше все про блох». Ему экзаменатор говорит «Все-все-все, я понял, возьмите, пожалуйста, другой билет». Он берет другой билет, там про собак. Он говорит «Ну, собаки – это млекопитающий отряд псовых, покрытые густой шерстью, а в шерсти вводятся блохи и дальше все про блох». Вот. Экзаменатор говорит «Хорошо, хорошо, я вас понимаю, давайте следующий билет». Он берет следующий билет, там про рыб. Он говорит «Ну, рыбы – это такие хладнокровные, живут они в воде, покрыты чешуей, а вот если бы они были покрыты шерстью, то тогда в ней водились бы блохи, а блохи и дальше все опять про блох». Понимаете, вот умение перевести диалог в нужное русло – это умение задавать правильные вопросы. Поэтому, если вы задали встречный вопрос, скажи, пожалуйста, если компания «Арифлейм» делает распродажи со скидкой 90%, она реально продает качественную продукцию с огромными скидками. Если твои знакомые благодаря твоему предложению сэкономят каждый месяц, ну, хотя бы 500-700 рублей, а некоторые – тысячу-две, а кто-то заработает и премию в тысячу долларов, они будут тебе благодарны? Большинству людей говорят «Да». Я говорю, ну, вот поэтому стоит их сюда предложать, потому что «Арифлейм» – это не косметика. «Арифлейм» – это не косметика. В первую очередь «Арифлейм» – это бизнес-система, которая позволяет любому человеку реализовать для себя понятие финансовой независимости. Это самый важный продукт, это самый главный продукт в компании «Арифлейм». Поэтому, когда мне человек задает такой вопрос, вот давайте вернемся, да, не хочу приставать к своим знакомым, меня пошлют подальше. Как можно послать подальше человека, который дает тебе возможность стать финансово независимым? Скажите мне, пожалуйста. То есть я просто понимаю, что человек, под словом «Арифлейм» понимает продукт, а я, под словом «Арифлейм», понимаю бизнес. И моя задача – перевести разговор с продукта на бизнес. И когда я перевожу разговор с продукта на бизнес, вопрос продукта отпадает сам собой. Далее. Вопрос. «Взрослая женщина, занимаетесь какой-то ерундой. Если вам нужны деньги, устроитесь на нормальную 8-часовую работу и получаете зарплату». Прекрасное возражение. Значит, я в таких случаях говорю. Вы знаете, у меня родственница, занимаясь этой ерундой, зарабатывает от 2 до 3 миллионов в год. Скорее всего, на вашей работе вы зарабатываете больше. Но дело в том, что она зарабатывает от 2 до 3 миллионов в год, не ходя каждый день на работу. Она имеет свободное время и путешествует по миру. И я считаю, что имеет смысл заниматься тобой ерундой за такие деньги, которые делают тебя свободным. А вы как думаете? Очень важно в конце задать вопрос, чтобы перехватить инициативу. Потому что, смотрите, какая интересная вещь. Если мы не задаем вопрос, значит мы говорим какое-то утвердительное предложение. Правильно? А когда мы говорим утвердительными предложениями, мы пытаемся человеку навязать свою точку зрения. То есть у него есть его точка зрения, а мы пытаемся ему навязать свою. Даже если наша точка зрения коррелирует с его точкой зрения, то есть они похожи, и он в принципе ее разделяет, во многих случаях он не согласится с вами только для того, чтобы сохранить лицо. Понимаете? Потому что если вы ему навязываете свою точку зрения, а он ее принял и согласился, значит он проиграл. Вот это очень важный момент, который надо учитывать. Поэтому я вам рекомендую, если вы заметили, если вы общались с лидерами достаточно высокого уровня, вы обратите внимание, что они очень часто разговаривают вопросами. Причем они говорят утвердительное предложение, а в конце задают вопрос. Да? И вот давайте вот к этому возражению вернемся. А взрослые женщины занимаетесь ерундой. Я обычно говорю так, вы знаете, этот бизнес приносит от двух до трех миллионов в месяц. Я знаю людей, которые зарабатывают в этом бизнесе от двух до трех миллионов в месяц, и они не ходят на работу. Вот как вы думаете, вам было бы интересно зарабатывать от двух до трех миллионов в месяц, не ходя каждый день на работу? То есть я задаю встречный вопрос и получаю человек ответ. Да, интересно. Так значит вам интересно было бы рассмотреть мое предложение именно в этом контексте? И человек говорит да. После этого мы переходим к обсуждению нашего самобизнеса. Если человек достаточно упертый и отстаивает свою точку зрения наемного работника, я обычно долго не бодаюсь, если я вижу, что человек из принципа сопротивляется. Я ему подкидываю книжечку Роберта Киасаки. Либо это «Богатый папа, бедный папа», либо это «Бизнес 21 века», либо это книжечка «Бизнес, школа». В общем, любая книга, которая оспаривает правоту, не то чтобы правоту, а правомерность и результативность позиции наемного работника. То есть смотрите, еще раз повторю, смысл нашего бизнеса не в косметике и не в деньгах. Смысл нашего бизнеса – это возможности стать финансово независимым человеком. Наемная работа по определению такой возможности не дает. Она дает только деньги и они ограничены по времени. Поэтому моя задача – переманить собеседника именно на точку зрения, скажем так, важных для него вещей. Я не знаю ни одного человека, который не хотел бы стать финансовой независимым. И я стараюсь перевести разговор именно в это русло. А после того, как человек со мной согласился, что да, финансовая независимость – это то, ради чего имеет смысл трудиться, работать, искать и так далее, вот тогда уже я перехожу к конкретному инструменту по достижению этой финансовой независимости. Но в этой ситуации человек, который только что со мной согласился, уже не может сам опровергать свою же собственную мысль. Понимаете? То есть это было бы нелогично. И тогда мы уже переходим к обсуждению технических деталей. Каким образом с помощью этого бизнеса можно реализовать для себя понятие финансовой независимости? Далее. Мне это неинтересно. Я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, какая сумма ежемесячного дохода заставит вас повнимательнее присмотреться к моему предложению. Вернее, повнимательнее рассмотреть мое предложение. Если человек невменяемый, он вообще не отвечает, и я с ним прощаюсь, и слава богу, он не занимает моего времени. Зачем я буду тратить время на дураков? Если у человека есть что-то в голове, и он, прочитав это сообщение, рожает все-таки какую-то мысль и задает мне какой-то вопрос, то диалог продолжается. Он мне называет какую-то цифру, я эту цифру сверяю с маркетинг-планом компании Арифлейн, с планом успеха, нахожу там квалификацию нужную, требуемую для того, чтобы он это реализовал, и обсуждаю с ним опять же технические детали этого бизнеса. Далее. Я не верю, это ерунда. А очень хорошее возражение. Вы знаете, верите вы в это или нет, но радиоволны существуют. Я знаю, что вы не можете потрогать их руками, радиоволны, но благодаря радиоволнам у вас есть микроволновка, телевизор, мобильный телефон, радиоприемник и еще масса устройств. Вы хотите сказать, что вы в них тоже не верите? Вы знаете, более того, есть такая валюта, как евро, рингиты, тенге, гривны, лари, левы, турецкие лиры, греческие драхмы и так далее. Если вы эти деньги не держали в руках, вы в них тоже не верите? Но ведь они существуют. Они существуют независимо от того, верите вы в них или нет. И точно так же сетевой бизнес. Этот бизнес существует. Более того, благодаря этой бизнес-модели Арифлейм Косметикс является лидером рынка. Поэтому вы можете дальше не верить в то, что эта система эффективна. Но факты-то говорят обратное. Это все равно, что не верить в мобильный телефон. Я прекрасно понимаю, что величайшее событие и открытие этого мира всегда сталкиваются с ожесточенным сопротивлением средних умов. И что когда-то паровозы камнями забрасывали. И что когда-то пароходы топили, потому что они создавали конкуренцию тем, кто строит мосты или паромные переправы. Но рано или поздно научно-технический прогресс берет вверх. На сегодняшний день интернет-торговля набирает обороты по 30% в год. Независимо от того, верите вы в это или нет. Вот независимо от того. Вы можете и дальше сидеть и не верить. Но все больше людей делают покупки в интернете, потому что они дешевле. И я вам предлагаю рассмотреть возможность, как в интернет-торговле можно заработать хорошие деньги именно вам и именно сегодня. Почему я должна пользоваться Арифлейм, если я пользуюсь центральной косметикой, ручной работой и так далее, и так далее? Прекрасный вопрос, я очень люблю его. Я говорю, вы знаете, я в свое время делал бизнес на автомобилях. Я сам езжу на джипе, но я за время моей работы в автомобильном бизнесе не продал ни одного джипа. Ни одного заказа на этот класс автомобиля не получил, потому что большинство людей покупают не джипы, большинство людей покупают машины бюджетного класса. То же самое в косметике. Вы знаете, вы можете пользоваться хоть Кристиан Диор. Я вас не заставляю менять потребителя, но я вам предлагаю посмотреть на этот продукт не с точки зрения ваших личных предпочтений. Если бы я на автомобильный бизнес смотрел с точки зрения личных предпочтений, я бы там вообще ни копейки не заработал. Понимаете? Вот я, например, сейчас простой пример такой. Вчера я заходил в магазин бытовой техники и спрашивал, скажите, пожалуйста, у вас есть блоки, бойлеры косвенного нагрева воды, основанные на принципе теплового насоса. Мне эта штука интересна, я хочу себе ее поставить в свой дом. Он мне говорит, ну, вы знаете, в нашем городе такие вещи не продаются, скорее всего, в Москве надо заказывать. Вы знаете, вот я хочу себе поставить именно такую систему, тепловой насос, но если бы я попытался делать на этом бизнес, то, скорее всего, я потерпел бы неудачу, потому что большинство людей такие продукты не покупают. То же самое в косметике. Вы можете пользоваться чем угодно, но если вы пытаетесь в косметическом сегменте, либо в интернет-торговле, любой интернет-торговле, делать бизнес, то нужно учитывать не свои интересы, а интересы большого количества покупателей. А они покупают именно Арифлейн, давайте посмотрим на статистику. А статистика говорит о том, что лидер рынка – это именно Арифлейн. И раз этот продукт кому-то нужен, значит, на этом можно зарабатывать хорошие деньги. Я знаю людей, в том числе и моя подруга в Арифлейн ничего не заработала, а Арифлейн загоняет людей в долги. Прекрасно! Значит, я знаю, что в этом бизнесе для того, чтобы зарабатывать хорошие деньги, нужны три вещи. Первое – желание. Второе – знание. Третье – действие. Выпадение любого из этих факторов ведет к неудаче. Скажите, пожалуйста, какого фактора не хватило вашей подруге? Может быть, она ничего не делала? Может быть, у нее не было знаний? Или, может быть, у нее не было желания? Вот какой-то фактор у нее, скорее всего, выпал. Скажите, пожалуйста, сколько директоров в первом уровне было у вашей подруги? А каких директоров? Про каких директоров вы говорите? Я говорю, о, так ваша подруга бизнесом даже не занималась в Арифлейн. Может быть, она не заработала ничего, потому что она ничего не делала? Как вы думаете? Я знаю этот бизнес 100%, я знаю, как он работает, я знаю, что здесь нужно делать и какие знания здесь нужны. Я предлагаю вам быть в этом бизнесе лучше, чем ваша подруга. Я думаю, что то, что у человека есть долги, это не проблема банка, это проблема уровня мышления человека. Вы знаете, у меня долгов нет. А у кого-то есть. Откуда у человека долги? Может быть, он неправильно себя повел, может быть, он неправильно планирует свой бюджет, ведь у вас долгов нет, а вы живете в одном городе рядом с одним и тем же банком. Надо просто разобраться с причинами. Верхние зарабатывают, а нижние работают на них. Я так не хочу. То есть вы хотите сказать, что на той работе, на которой вы работаете сегодня, вы зарабатываете в 10 раз больше вашего директора. Я правильно понимаю? И вы работаете не на вашего директора, не на вашу фирму. Вы работаете на себя, а директор работает на вас. Я правильно вас понимаю? Нет, наверное, все-таки это не так. Вы знаете, я попрошу вас объяснить такой факт. Вот один из моих бизнес-партнеров, который пришел в этот бизнес после меня и зарабатывает больше, чем я. Вот как такое получилось? Два раза больше, чем я, хотя он по ступеньке находится на несколько уровней ниже в моей организации. Объясните мне, пожалуйста, вот этот факт. Как такое получилось? Как вы думаете, у человека есть ответ на этот вопрос? Нет, у него нет ответа на этот вопрос. И мы снова переходим к обсуждению технических деталей маркетинг-плана. А я могу вам объяснить, как это получилось. То есть, вот смотрите, система начисления денег в Ariflame выглядит следующим образом. И мы опять переходим к нашим блохам. Про то, что Ariflame дает две возможности. Мы задешевле деньги зарабатывать. А дальше все по схеме. Так, если бы я не был ущемлен в выборе, то есть я должен пользоваться только этой продукцией, а мне многое другое нравится. Друзья, вы можете пользоваться любой продукцией. Вы можете вообще не пользоваться никакой продукцией. Я вам бизнес предлагаю. Я вам предлагаю раздать тысячу карточек и получить тысячу долларов. Деньгами вы пользуетесь? Друзья, деньгами вы пользуетесь? Скажите, пожалуйста, вот ответьте мне. Кто здесь пользуется деньгами? О, смотрите, все пользуются. Вот Неля пользуется, я вижу. Я работаю, у меня зарплата меня устраивает. О, хороший вопрос. Я обожаю этот вопрос. Я в таком случае, вы знаете, я говорю так. Вы знаете, большинство людей в финансовом вопросе поступают следующим образом. Они пытаются свои естественные потребности и мечты подогнать под уровень своей зарплаты, сегодняшней зарплаты. Вообще, на самом деле, есть два способа планировать свой бюджет. Первый способ. Это определить те цели, которых я хочу добиться, посчитать, сколько они стоят, вывести сумму среднемесячного дохода и искать способы вырастить свой доход до требуемого отсутствия. Второй вопрос. Посмотреть, сколько я зарабатываю сегодня, забыть про свои мечты, урезать свои потребности и подогнать свои цели под уровни сегодняшней своей зарплаты. Скажите, пожалуйста, какая стратегия более продуктивна? Почему? Если мы спрашиваем маленьких мальчиков, например, в школе, которая учится, школьников, какую ты хочешь себе машину, он вам говорит, Феррари, Ламборджини, спортивную, там еще какую-то назовет, но он не назовет вам Жигули ВАЗ-2104. А когда мы посмотрим на улицу, мы выясняем, что большинство автомобилей, которые ездят по улицам, это Жигули. Либо иномарки в конце. Объясните мне, пожалуйста, почему человек не реализует свою мечту. Я вам хочу сказать, что если вы, вот в ответ на это возражение, я работаю, моя зарплата меня устраивает, плавно перейдете к мечтам человека и попытаетесь разбудить в нем те мысли, которые заснули в нем 10, 20 или 30 лет назад, о том, что можно жить по-другому, о том, что можно путешествовать, о том, что можно покупать каждый год по квартире, о том, что можно... Три раза в год быть в разных странах этого мира, причем не одному, а всей семьей. И после этого задать вопрос, скажи, пожалуйста, а тебе твоей зарплаты на это хватает? Или, может быть, тебе времени на это не хватает? Потому что, может быть, хватает зарплаты, но нет времени. Вы знаете, вот когда мы отдыхали на Черном море, рядом с нами жила семья. Они приехали на три дня. Он приехал на Toyota Land Cruiser 100 с женой, с детьми. И спросили меня, а вы давно здесь живете? Я говорю, ну, чуть больше месяца уже. А долго здесь будете жить? Я говорю, ну, наверное, еще месяц будем жить. А вы надолго? Он говорит, я на три дня. Я говорю, а что так долго? У вас же, я так понимаю, по машине свой бизнес. Он говорит, да бизнес-то есть, но мы оставить его не можем. Я говорю, так может быть, это не тот бизнес, в который стоит вкладывать свою силу и время. Может быть, вы присмотритесь к моему предложению, потому что оно дает гораздо больше возможностей. И мы дальше перешли к обсуждению моей бизнес-модели. Поэтому, друзья, за каждым таким вопросом, зарплата меня устраивает, за каждым таким возражением стоит вопрос. Могу ли я заработать в этом бизнесе больше, чем я зарабатываю сегодня? За этим возражением стоит именно этот способ планирования своей жизни, подгонять свои потребности, ужимать свои потребности до уровня сегодняшней зарплаты. И человек привыкает. Вы знаете, вот таким образом тренируют слонов в Индии. Маленького слоненка, когда он только родился, сажают на цепь. У него еще мало силы, он не может эту цепь порвать. И пока он растет, а растет он долго, он привыкает к мысли, что у него на задней ноге есть цепь, и эту цепь порвать невозможно. Он пробовал это много раз. И в Индии бывали случаи, когда слоненок вырастает, большого слона, у него уже не цепь на ноге, уже нет в этом цели. У него на ноге обычная веревка, но он ее чувствует. И когда в селе начинается пожар, слоны не убегают. Они чувствуют, что у них есть веревка. Вы знаете, технически он может порвать ее только одним движением. Но он чувствует, что у него там есть веревка, и это сковывает его мысли. И он никуда не убегает, и он умирает в огне. Вот примерно та же самая проблема у многих людей. Они привыкли, что есть планка, они бились об нее головой много раз, и они понимают, что мысли реально, живи материально, твой выбор, ладок Алина. Понимаете, вот этот слоган автоваза нашего, я очень долго смеялся. Но он на самом деле направлен на большое количество людей, и он созвучен их мыслям. Мысли реально, живи материально, твой выбор, ладок Алина. Понимаете? Твой выбор не ладк Ройзер, твой выбор ладок Алина. Мысли реально, живи материально. И для того, чтобы разбудить человека, нужно вернуться к его мечтам. Нужно разбудить в нем способность мечтать. Нужно начать поднимать ему планку, планку его мечт и целей. И тогда состоится диалог. Мне некогда заниматься бизнесом, ля-ля-ля, а куда вы тратите свое время? Если вам некогда заниматься бизнесом, тогда куда вы тратите свое время? Вы знаете, у Рокфеллера есть чудесное выражение. Если вы, сейчас я вспомню, я даже как-то в статус его вставил в одноклассников. Если у вас мало денег, вам нужно создавать свой бизнес. Если у вас денег вообще, а если у вас денег нет вообще, вам нужно создавать свой бизнес срочно, прямо сейчас. Потому что ни одна работа никогда не сделает вас финансово независимым. Если вы, вот такое возражение, оно прямо в тексте. Мне прямо очень часто письма такие приходят, что мне некогда заниматься бизнесом, потому что я занят на работе. Я говорю, и вам некогда будет заниматься бизнесом? Никогда. Вы всю жизнь будете ходить на работу, и всю жизнь будете получать зарплату, и придете к вашей пенсии. Вам нравится такая перспектива? И тут уже начинается диалог. Я не уверен в качестве продукта. Мне будет неловко говорить людям и так далее. Друзья мои, я в этом случае задаю вопрос. Скажи, пожалуйста. Вот Арифлэм пришел на рынок в 96-м году, он был ни кем, назвать его никак. В 2009-м она стала лидером рынка, в 2015-м она продолжает быть лидером рынка. Скажи, пожалуйста, можно ли стать лидером рынка в 20 странах с плохим продуктом? Не в одной стране, а в 20. И за очень короткий промежуток времени. Возможно ли такое с плохим продуктом? 100% людей говорят, нет, это невозможно с плохим продуктом. Значит, продукт Арифлэм хороший? Ну, получается, да. Я говорю, вопросы есть? А, так это МММ? Вот, а что такое МММ? А расскажите мне про МММ, пожалуйста, что это такое? Пока Оксана рассказывает, я к следующему вопросу перейду, потому что без рассказа человека про МММ невозможно понять, что у него в голове. Дальше. О какой активной работе идет речь, если всего 2-4 часа в день нужно для работы? Друзья мои, 2-4 часа в день для работы нужно тем, у кого есть основная работа. Я хочу вам озвучить такую мысль. Если вы проанализируете биографии великих людей, тех людей, которые сегодня на устах у всех, и мы слышали про них постоянно, Билл Гейтс, Уоррен Баффет, ну, скажем в свободное от работы время, для того, чтобы создать свой бизнес, нужна первоначальная инвестиция, и ни один свой бизнес никогда не дает доходов, больших доходов прямо в первый месяц работы. Поэтому 100% успешных людей этого мира создавали свой бизнес в свободное от работы время. А много ли у нас свободного от работы времени? Скажите, пожалуйста. Как правило, 2-3-4 часа максимум. Вот это та ситуация, когда человек, вы знаете, подавляющее большинство лидеров, директоров, миллионеров, долларов миллионеров в этом бизнесе, начинали этот бизнес в параллельно основной работе, так же, как и вы, так же, как и ваши знакомые и друзья. И поэтому на начальном этапе речь идет именно о 2-4 часах в день. Если у вас больше свободного времени, вы можете сами для себя решить, сколько времени вы готовы посвящать этому бизнесу. Но минимальная нагрузка это 2-3 часа в день. Я всегда говорю точно так же. Я сравниваю наш бизнес со спортом. Скажите, пожалуйста, сколько времени нужно уделять спорту, чтобы стать физически здоровым человеком в течение полугода или года? Вы понимаете, что в спорте первые результаты вы раньше, чем через полгода не увидите. Вы понимаете это? А скорее всего, о серьезных результатах можно говорить не раньше, чем через год. Так вот, сколько времени нужно уделять спорту, чтобы получить результаты через год? Минимум 3 раза в неделю по 2 часа. Согласны? Лучше, если это будет каждый день тренировки. Но минимальный допустимый уровень это 2 часа 3 раза в неделю. Вот примерно про такую же нагрузку я говорю и в этом бизнесе на начальном этапе. Если вы хотите серьезных результатов, значит тренировки должны быть каждый день, минимум 2 часа, утром, а лучше еще и вечером. Так, это пирамида. А что такое пирамида? Оксана, расскажите мне, пожалуйста. Так, что еще? Что еще? Да, интересно все рассказываете. Я дочь вам свою пришлю. А, я думал, это вы хотите мне прислать дочь. Давайте только так. Сколько лет вашей дочери? Скажите, пожалуйста. Так, 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 так. Пока предыдущий предвеседник отвечает на вопрос, сколько лет его дочери, да, я вернусь к пирамиде. Так, тоже ответа еще нет. В интернете все мошенники. Вы знаете, мне один раз попалась фальшивая 100-долларовая купюра. Следуя вашей логике, все доллары большевые. Это правда? В этом случае я, как правило, задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, у вас был негативный опыт? И дальше начинается диалог. Финансовая. Оксана, скажите, пожалуйста, а что такое финансовая пирамида в вашем понимании? Как она устроена? Почему люди считают, что это мошенничество? 16 написали. 16 лет. Прекрасно. Скажите, пожалуйста, вот та девушка, которая, интересно, вернее, это, наверное, уже не девушка, а женщина, потому что дочери 16 лет, да? Интересно все, что вы рассказываете, я свою дочь к вам пришлю. Скажите, пожалуйста, в окружении вашей дочери есть серьезные бизнесмены женского пола возраста 16 лет? Серьезные бизнесмены. Способен ли человек в 16 лет обладать вашим опытом, вашими знаниями и вашим потенциалом? Ответьте, пожалуйста. На что класс, вы мне ответьте. Способен ли человек в 16 лет обладать вашим опытом, вашими знаниями и вашим потенциалом в карьерном росте? Нет. Тогда зачем мне ваша дочь, объясните мне, пожалуйста. Я ищу бизнес-партнера, и я считаю, что именно вы подходите на эту роль. Ваша дочь не подходит, извините. Но это их проблемы. По поводу несерьезности бизнеса мы уже говорили. Скажите, пожалуйста, в чем определяется... Вот по поводу несерьезности, очень хороший вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы определяете серьезность бизнеса, по каким параметрам? Или серьезность любой другой профессии? Вот кто тут писал? Будьте любезны, напишите мне, пожалуйста, Нелли, как вы определяете серьезность той или иной профессии, по каким параметрам? Это для неудачников, у меня хорошая работа Скажите, пожалуйста, как вы определяете Кто такой неудачник, а у кого хорошая работа Чем это определяется? Вот где вот эта грань находится Которая отделяет неудачников От тех, у кого хорошая работа Вот проведите мне эту грань И тогда мы с вами об этом поговорим Занятость 8 часов, зарплата хорошая, бонусы А, прекрасно Значит, скажите, пожалуйста, если у вас занятос будет 4 часа Подождите, а что такое зарплата хорошая? Можно уточнить? Ходите и к людям пристаете. Да, я согласен, дилетантов в многом. Давайте не будем делать вывод о бизнесе по дилетантам, которые, вы знаете, есть чудесная такая легенда. Однажды два не очень умных лидера компании Арифлей пошли в лес собирать грибы, и там они наткнулись на одну тетку, которая была немытая, грязная, плохо пахла и расчесывалась его лыжишкой. Они ей выпили зубь, дали ей сумку с косметикой и отправили к людям. Вы знаете, она успела пристать ко всем. Потом она куда-то убежала и больше ее никто не видел. Но с тех пор про Арифлей думают, что это нужно ходить и приставать людям с косметикой. Я думаю, что если вы с этой женщиной не сталкивались, то очень-очень хорошо, потому что на самом деле бизнес Арифлей заключается совершенно другом. Сидеть в офисе такая, на которую можно купить элитные вещи. Ходите тут, с людьми пристаете, да. Занятость 8. Так, давайте так. Что такое хорошая зарплата? В цифре, пожалуйста. Скажите мне цифру, что такое хорошая зарплата? Зарплата какая? Вы мне цифру конкретно скажите, понимаете? Я вот почему всегда спрашиваю конкретную цифру. 80 или 30 тысяч? Я же не пойму, 80, да, написано? Если человек зарабатывает 80 тысяч, я задаю вопрос, скажи, пожалуйста, ты эти 80 тысяч планируешь зарабатывать до конца жизни или есть вероятность, что тебя уволят? Или я жду ответ. Есть вероятность. То есть, свой бизнес с доходом 80 тысяч будет гораздо предпочтительнее, чем зарплата 80 тысяч. Я правильно понимаю? Потому что свой бизнес и своего бизнеса вас никто не уволит. Очень хороший специалист. Скажите, пожалуйста, вы знаете хоть одного хорошего специалиста, которого не уволили до гроба? Я вам скажу так, уволят всех. Возможно, для вас это открытие, но уволят всех. В моем окружении нет ни одного человека, которого не уволили хотя бы один раз в жизни. Я не знаю, чем объясняется увольнение, но именно хороших специалистов увольняют. Есть такое хорошее слово. Подсидеть. У генералов свои дети. Так что, извините, никакая квалификация не может служить 100% гарантией того, что вас не уволят. Хотя бы по той простой причине, что ваша фирма банально развалится. Поэтому, друзья мои, свой бизнес всегда предпочтительнее любой работы при одинаковом уровне дохода. Плюс ко всему. Скажите, пожалуйста, если при том же уровне дохода вы будете иметь больше свободного времени, вам это было бы интересно? Да, или что я жду ответов? Елена Хромцова. А, ну вот видите, человек ответил, да, конечно. И тут начинается диалог о нашем бизнесе. Если бы у рыбы была шерсть, то в шерсти были бы блохи и так далее, и так далее. Дальше у вас должна быть готова ваша стандартная бизнес-презентация, причем в нескольких вариантах развития, чтобы учить интересы либо наемного работника, либо высококлассного специалиста, либо безработного, и так далее, и так далее, с учетом его требований. Елена Хромцова. Вот смотрите, по поводу вы мастер. Ваша задача в этом бизнесе стать мастером лучше. Единственный навык, который вам нужно оттачивать, это навык проведения собственных презентаций, навык диалогов, навык работы с возражениями. Это возможно только на практике. Я не могу вам взять мои знания и вложить в вашу голову, понимаете? Я не могу вам передать весь мой 15-летний опыт работы в этом бизнесе. Я начинал с нуля так же, как и вы. Я шел к человеку, рассказывал ему, он меня посылал, я думал, почему это случилось. А потом ночами не спал, эх, надо было вот так ответить, а еще можно было вот так ответить, а еще можно было вот так ответить. Потом я слушал, как другой человек ведет диалоги, учился у него, но у нас не было роликов в интернете, поэтому это было проблематично, это можно было сделать только вживую. А сейчас вы можете задать в Яндексе, например, Эдуард Васильев презентация, или Владимир Полежаев презентация, или Антон Долженко презентация, или Ольга Кибис презентация, потом Альбина Хафизова презентация, Галина Воронина презентация. Вы можете заглянуть в журнал Мира Айфлейн, там есть топ 100 лидеров компании. И прямо пофамильно написать презентацию и фамилию лидера компании, и посмотреть, как он проводит презентацию, и взять у него что-то для себя. Да, понимаете, но вот без этого ежедневного обучения поставьте себе задачу, каждый день смотреть презентацию какого-то нового лидера, которого вы не знали вчера. Я вам отвечаю, через три месяца вы будете мастерски отвечать на все возражения. У вас будет вариант развития вашей презентации в 100 направлениях, в зависимости от того, с кем вы общаетесь. Я не умею уговаривать, ну конечно, я не умею уговаривать. Скажите, пожалуйста, учителю математики нужно уговаривать своих учеников? Практика, мой друг, практика, еще раз практика, Наташа. Нелли, я ответил на ваш вопрос? Это мошенничество, но еще лохотрон. Окей, что такое мошенничество? В чем заключается мошенничество? То есть я так понимаю, что под словом пирамида люди боятся не пирамидальной организации, по которой устроена церковь, а не любая коммерческая организация. Люди боятся обмана. Если человека обманули, ему все равно, по какому принципу его обманули, по пирамидальному или по квадратному ездовому. Обман есть обман. И люди боятся именно обмана, что их обманут и заберут у них деньги. В этом бизнесе обмана нет. Если здесь нет обмана, это было бы вам интересно? А на второй не ответил. Ну, второй не видел. Не любит приставать к людям. Ну и не приставайте, зачем приставать-то? Вы же не всегда. Так, друзья, ну вроде все. Я смотрю, что вопросы у нас кончаются. Давайте так. На сегодня у нас такая базовая была работа с возражениями. Она была на самом деле не, как сказать, она была не по графику, как выяснилось. Хотя у меня было твердое ощущение, что сегодня мой. Лилия, будьте любезны, повторите, пожалуйста, ваш вопрос. Сейчас я попробую посмотреть. Если человеку начинаешь объяснять, он еще больше раздражается. Я глупо ничего не понимаю. Я знаю лучше вас. Лилия, давайте вернемся к тому моменту, что когда вы начинаете объяснять, вы навязываете человеку точку зрения. Если вы человеку навязываете его точку зрения, а человек достаточно самостоятельный и имеет свою, которая с вашей не совпадает, он, естественно, будет раздражаться. И я бы тоже раздражался. Но, когда мне задают какой-то вопрос, и я на этот вопрос отвечаю, вот в этом случае раздражения нет. Поэтому вам нужно просто поработать над своей методикой общения с людьми. Не навязывать им свою точку зрения, а задавать вопросы, чтобы они формировали свою точку зрения. Человек ценит только то, что он сам догнал, отобрал, подпрыгнул и задоился. Понимаете? Вот то, что человек сам добыл, возможно, отобрал другого, либо доказал другому, что он не прав. Вот эту точку зрения человек будет ценить. А ту точку зрения, которую вы пытались ему навязать, он ценить не будет. Поэтому просто поменяйте вашу стратегию общения с людьми. Кругом рефлейм надо было раньше. Хороший вопрос. А скажите, пожалуйста, а почему кругом рефлейм? Может быть продукция спросом пользуется? Я думаю, да. Я думаю, что он кругом только потому, что эта продукция пользуется спросом. Потому что она качественная и доступная по цене. А если продукт пользуется спросом, значит очень хороший бизнес. В любом бизнесе есть два параметра спроса и предложения. В бизнесе нет параметра раньше или позже. В любом бизнесе два основных параметра. Это не раньше и позже. А спрос и предложение. Скажите, пожалуйста, на косметику есть спрос? Есть. Значит, ваше предложение всегда будет актуально. Значит, по поводу раньше, с таким же успехом надо было раньше спортом заниматься, раньше детей рожать, раньше образование получать, раньше на работу устраиваться. И вообще жить надо было раньше, а сейчас уже поздно. И единственный способ решить все проблемы, это отползти на кладбище и затянуть на себя два метра земли. Поэтому есть люди, которым всегда поздно. Есть люди, которые берут, делают и получают результаты. Есть люди, которым всегда поздно. Скажите, пожалуйста, вы в какую категорию себя относите? Тем, которым уже поздно, или те, которые еще добьются успеха? Я задаю вопрос. Как вы думаете, что человек ответит? Если он отвечает, что это поздно, друзья, прощайтесь и не тратьте время. Поблагодарите его за практику и прощайтесь. А если еще добьюсь, тогда есть о чем поговорить. Значит, у нас с вами есть тема для разговора. Мой вопрос пропустили. Нет, не пропустили. Все хорошо. Так, друзья мои, у нас время, смотрите, 19.22, мы уже практически час общаемся на эту тему. В некоторых регионах это уже близко к полночи, поэтому я предлагаю закончить на сегодняшний день наш с вами тренинг. Договориться, что на следующий тренинг, который состоится в понедельник в 8 часов, вы приходите не один, а приглашаете еще 5 человек своих знакомых, четко по нашей с вами схеме. И я желаю вам успехов в вашей работе, по развитию вашего... И я желаю вам обязательно, пожалуйста, продолжайте. Продолжение следует...